20 декабря свой 60-летний юбилей отметил судья олимпийской категории Качкарбек Кулматов. Родом он из Качкараты, борьбой начал заниматься в 12 лет. Является кандидатом в мастера спорта, призером Кубка Кыргызстана, дважды выигрывал спартакиаду вузов. А начал судить соревнования в качестве рефери, можно сказать, из-за стечения обстоятельств. В 1993 году я как руководитель делегации, тогда команда впервые выехала на чемпионат мира среди взрослых в Швецию, в Стокгольме. В составе команды были очень достойные такие ребята. За нас еще тогда боролся Юрий Мельниченко, Руслан Габеков, ну и в составе Радбек Санатпаев был. И вот видя, как наши ребята боролись, и к ним было, ну немного, как бы сказать, предвзятое отношение, особенно по отношению к Юрию Мельниченко, когда он в одно четвертое финала боролся с армянским борцом, в наглую схватку у него забрали. Я как руководитель делегации хотел пойти, ну выяснить это обстоятельство. Мне просто не допустили к ковру. И российские судьи тогда очень авторитетные были, и Жрули, и Попов. И они тогда сказали, говорит, ну пока у вас в составе команды не будет судей, которые имеют соответствующую категорию, с вашими ребятами так и будет происходить такая история. Впервые Качкарбек Кулматов вышел на ковер в качестве арбитра в далеком 1994 году. Сдав в Киеве экзамен на третью категорию вместе с Мейрамбеком Ахметовым, юбиляр получил право обслуживать и юношеские, и юниорские чемпионаты. А чтобы судить на взрослых турнирах, нужно было получить первую или олимпийскую категорию. В 2002-м я выполнил эту категорию, в 2003-м уже начал судить чемпионаты мира среди взрослых, в дальнейшем уже и олимпийские игры. Поэтому данная категория позволяет защищать наших спортсменов, чтобы их могли, можно сказать, более справедливо. На счету каргызстанского рефери судейство на трех олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро, судейство на пяти азиатских играх и 12 чемпионатах мира. А в этом году наш рефери на турнире в Иране попрощался с ковром. Я думаю, что есть немного такая это, что это, ну, ностальгия, что ли. Это все-таки судейство – это хобби. В принципе, 24 года судил, ничего не жалею. Думаю, что судейство позволило мне увидеть многие страны мира, займись среди спортсменов, среди тренеров. Очень много друзей есть по всему миру. В принципе, это очень положительная такая вот, как бы сказать, дорога в этом плане. И есть грусть маленькая, ну, это грусть, знаете, такая хорошая. Мы поздравляем Ткачкарбека Зайербековича с юбилеем, желаем ему всего самого наилучшего и надеемся, что уход с ковра станет новым этапом в его спортивной жизни.